Сухие пайки для учащихся льготной категории Нинецкого округа дежурной группы в детских садах. Сегодня заместитель губернатора Нинецкого автономного округа Наталья Сидорова рассказала журналистам о том, какие изменения в сфере образования грядут на следующей неделе и в ближайшей перспективе. В частности, речь шла о льготном питании учеников начальной школы и выплатах за классное руководство. Школьникам Нинецкого округа, которые относятся к так называемой льготной категории, со следующей недели начнут выдавать сухие пайки. Этот вопрос сегодня обсуждался в ходе видеоконференц-связи с в Рио губернатора региона Юрием Бездудным. Сейчас в округе 40% учащихся относятся к такой категории. Наборы сформированы и согласованы с Роспотребнадзором. Что касается сельских школ, здесь процесс будет организован иначе. Здесь принято решение, что дети будут питаться в школах. Дети будут питаться в школах, школами будут составлены графики. Дети будут приходить небольшими группами, с учетом всех мер по недопущению распространения, в том числе и коронавируса, на территории школ и муниципального образования. На следующей неделе школьники продолжат учиться дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы. Если в понедельник у нас наполняемость дежурных группах была порядка 50 человек, а это было 8 дежурных групп, то на сегодняшний момент это уже 150 человек, 12 дежурных групп. То есть родители постепенно приходят и запрос на самом деле есть. Но на следующую неделю мы оставляем все дистант и дежурные группы. Добавлю, с 1 сентября Ненинскому округу выделено порядка 27 миллионов рублей из федерального бюджета на выплаты за классное руководство. А на следующие и последующие учебные годы по 81 миллиону рублей соответственно. То есть с 1 сентября классные руководители будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей с учетом районного коэффициента. Исходя из того, в каком муниципальном образовании работает у нас педагог, у нас разные коэффициенты установлены на территории Ненинского округа. Поэтому это начиная от 11 до 13 тысяч рублей. Соответственно, это я уже говорю, сумма чистыми на руки. И вторая заявка по выделению округу финансовых средств по питанию младших классов, 1 и 4 классы. Этот вопрос также реализуется в рамках послания президента. Была проведена большая работа, так как наш регион изначально не попал в перечень за высокой бюджетной обеспеченности. На сегодняшний момент подготовлен проект правил и нашему субъекту выделяют чуть больше 6 миллионов рублей. Речь идет о 4 месяцах, начиная с сентября этого года. Расчет происходил исходя из уровня софинансирования 62 на 38 процентов из расчета 2800 учеников начальных классов.